Венсполский парк приключений ежегодно в среднем посещают 400 тысяч человек. Здесь активно проводят время люди разных поколений, спортсмены. Как известно, после хорошего отдыха и занятий спортом необходимо хорошо подкрепиться. До сих пор на территории парка работала кафе «Стендерс», но осенью прошлого года закончился договор о сотрудничестве с этим предприятием. Руководство парка не опустило руки и начало активно работать над привлечением нового партнёра. Мы искали партнёра по сотрудничеству, и всё удачно сложилось. Мы встретились с представителями кафе «Куршу Крокс», которое известно всем, кто едет из Венсполса в Ригу. Оно возле Талсы. Мы рады, что они теперь открыли бестро у нас на горе. Одной ногой в Венсполс и другой в Талсы – так о своей работе говорят владельцы предприятия «Зан» и «Агрис Барбалайса». Открыть бестро в Венсполсе для них стало своего рода вызовом. Но эта семейная пара не боится делать смелые шаги и ставить перед собой новые цели. Три года назад мы всей семьёй с детьми приехали в этот парк. Дети катались с горы на камерах, а я стояла и думала о том, что своё кафе мы уже поставили на ноги. Но у нас небольшой кабачок в Талсы, а здесь кипит жизнь. Можно было бы здесь работать. В тот момент это просто была мечта, причём казалось абсолютно призрачное. Зимой на балу Латвийской ассоциации ресторанов и кафе эта семейная чета познакомилась с руководителем гостиницы Олимпийского центра «Венсполс» Интей Томсоне. В результате общения стало ясно, что эта мечта, возможно, не такая уж и призрачная. Уже есть команда, есть возможности, и все двери открыты. Большую поддержку оказали и венсполщане. Мы впервые разместили своё предприятие в арендованных помещениях, и нас очень удивила отзывчивость всех людей, с которыми мы сотрудничаем. Мы чувствуем, мы чувствуем, что для нас горит зелёный свет, и остаётся только работать. Мы ощущаем плечо команды. У Олимпийского центра и их новых партнёров цель одна. В прошлом году мы получили приз Курзамской ассоциации туризма за самый великолепный вид в Курзаме, а Куршукрокс был в номинации на лучшее предприятие общественного питания. Им совсем немного не хватило до победы, поэтому я пожелала им эту историю дополнить и в следующий раз получить главный приз. Руководство города и Олимпийского центра пожелали владельцам кафе успеха активно включиться в туристическую жизнь города, участвовать в конкурсе на лучшее предприятие общественного питания и получить возможность бесплатно рекламировать себя.